О самых заметных событиях в стране и в мире в ближайшие несколько минут вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. Доброе утро. В их ремонтных бригад, в их распоряжении спецтехника, всего задействовано около 300 человек. Из 832 пассажиров были все доставлены на станцию Чу. Из них 200 человек осталось на станции Чу согласно своим билетам. Остальные 480 человек у нас проследовали до станции Алматы-1. Второй путь у нас активный. Сейчас мы видели, как прошел пассажирский поезд, грузовой поезд. Движение идет нормальным путем. И в самое ближайшее время последствия данного схода тоже будут устранены. Экстренное торможение пассажирского поезда «Бутирек», следовавшего из-за станы в Алматы, позволило избежать тотального крушения. Об этом нашему телеканалу заявил депутат Мужелеса парламента Геннадий Шиповский. Отмечу ранее, он работал помощником машиниста. По его словам, в той ситуации действия машиниста были верными. Когда машинист уже заметил искривление пути, ну, исправность пути, он применяет экстренное торможение. Больше ничего машинист не сможет сделать в этом случае, потому что, как говорится, экстренное торможение – это единственный еще верный выход. Ну, как мы слышим, как мы видим, а слышали об этих событиях, уже машинист это сделал. Так что, я думаю, все, что надо было, машинист это имел. Если машинист бы не совершил, если бы не торможение, то, как мы вчера знаем, со средств массовой информации, у нас сошлось с рельсов три мгона правильно. А в этом случае могло бы быть тотальное крушение. Усть Каменогорск накануне вечером накрыл смог. Горожане жаловались, что нечем дышать. В воздухе чувствовался запах гари. Буквально в течение часа дым заполонил улицы областного центра. Представители департамента ПУЧС Восточного Казахстана просят людей не волноваться. В регионе из-за жары начались полевые пожары. За день там произошло более 30 случаев сгорания. 15 из них в самом Усть-Каменогорске. Сейчас, по оперативным данным, горит трава на острове на Иртыше возле аэропорта. Подъезд к источнику огня затруднен, но окруженный водой участок не несет угрозы, расположенным поблизости жилым массивом. По меньшей мере, 20 человек пострадали в результате стрельбы на фестивале Art All Night в американском городе Трентон, штата Нью-Джерси. У 16 пострадавших огнестрельные ранения. Состояние четверых из них, включая 13-летнего подростка, оценивается как критическое. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителей местной прокуратуры. По их данным, стрелявших было двое. Один из них, 33-летний мужчина, ликвидирован полицейскими на месте происшествия. О судьбе второго пока ничего не известно. Что послужило мотивом для совершения преступления, также неясно. Сейчас ведется следствие. Отмечу всего, на мероприятии в момент стрельбы находились около тысячи человек. Услышав выстрелы, они в панике покинули мероприятие. Я делал фотографии толпы и раздавал листовки прохожим в тот момент, когда услышал выстрелы за дверью. Примерно 10 прогремели сразу. Два или три человека в 10 шагах от меня сразу же упали. По меньшей мере, 31 человек погиб в результате двух взрывов на северо-востоке Нигерии. Еще несколько получили ранения. Двойной теракт произошел в штате Борно. Обе атаки совершили террористы-смертники. Местные власти предполагают, что за нападениями стоит радикальная группировка Бокахара. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата в Нигерии. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Три человека погибли, более 30 пострадали на западе Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,1. Очаг залегала в северной части префектуры Осака на глубине 13 километров. Подземные толчки ощущались также в городах Киото и Нара. В результате стихийного бедствия без электричества остались порядка 170 тысяч домов. Также землетрясение вызвало перебои в работе транспорта. Приостановлено железнодорожное движение. В аэропорту Осака отменены авиарейсы. Правительство Японии открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий стихии. По данным метеорологов, угрозы цунами нет. Пять человек пострадали в результате массовых протестов, переросших в столкновение с полицией на севере Греции. Среди пострадавших трое участников акции и двое полицейских. Причиной беспорядков стало подписание исторического соглашения о новом конституционном названии Македонии, которое теперь называется Республика Северной Македонии. По мнению участников протеста, таким образом Скопье пытается украсть древнее культурное наследие греков. Как сообщают местные СМИ, полицейские применили шумовые гранаты, если заточивый газ, чтобы разогнать толпу. Напомню, ранее министр иностранных дел Греции Ника Скоп Диас и глава внешнеполитического ведомства Республики Македония Никола Димитров положили конец многолетнему спору между странами, подписав совместный документ по изменению названия бывшей Югославской Республики. Церемония подписания прошла в поселке Псарадос на границе двух государств. О ней присутствовали премьер-министры Алексис Ципрос и Зоран Заев. Более 22 тысяч выпускников из Южно-Казахстанской области в этом году будут сдавать единое национальное тестирование. Для максимально честного и открытого проведения экзаменов 18 пунктов ЕНТ в школах, колледжах и вузах оборудовали рамками металлодетектора, камерами видеонаблюдения и специальными заглушками сотовой связи. Пять из них расположены в Шемкенте, остальные 13 в районах и городах области. Для организации перевозок выпускников из отдаленных поселков, их временного проживания и питания из бюджета выделено больше 3 миллионов тенге. В Махтаральском и Сарагашском районе тестирование пройдет в 4 этапа с 20 по 26 июня. В Шемкенте, благодаря открытию двух дополнительных пунктов, мы сможем провести ЕНТ за два дня. Так же и в остальных городах и районах. Более 2 миллиардов тенге затратят на возрождение Рейнбекского района Алматинской области. Половина из этой суммы будет использована на благоустройство райцентра села Наренколь. Здесь будет возведено 24 социальных объекта. Сейчас полным ходом идут работы по проведению инфраструктуры, реконструкции дорог, освещению улиц и строительству нового жилья. Подробности у Гульнар Жантасовой. Ельки Хайрат Кызы работает главным специалистом в районном Акимате. Приехать из столицы на малую родину она твердо решила после того, как узнала, что Рейнбекский район поделили на две административные единицы. Сейчас здесь открыли вакансии почти на 150 штатных должностей. Узнав о том, что Наренколу вернули статус райцентра, я поняла, что мой опыт работы понадобится здесь. Уже влилась в работу. Радует, что решаются все проблемы. Будет жилье, выплатят подъемные. Для молодых семей это хорошее подспорье. Жилье для новых специалистов уже начали возводить. Уже к осени в Наренколе появится новый жилой микрорайон. Сейчас строители ведут закладку фундамента 20 особняков. Нам в этом году предстоит реконструировать и построить 24 соцобъекта. Из бюджета государства же выделили средства на проектно-сметную документацию. Сейчас идет защита проектов. В этом году начнется их строительство, а сдадут объекты только в следующем году. В райцентре уже начались работы по капитальному ремонту дорог и проведению освещения. Вдохновленные переменами в благоустройство родного села включились и Наренкольцы. Предприниматели реконструируют здания торгового центра и ресторана. Мы давно мечтали о том, чтобы нашему Наренколу вернули прежний статус. Ведь наш район приграничный. Наш райцентр с каждым днем преображается. Теперь главное, чтобы к нам приехали передовые кадры. Новому району нужны руководители отделов. Пока вакантное место и заместители Акима района. Наренкол нуждается в IT-специалистах. В скором времени начнется возведение еще 33 домов для новых кадров. Тогда, возможно, молодежь потянется на малую родину. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар, 24, Алматинская область. В Карагандинской области открылись сразу два завода. Асфальтобетонные и дробильно-сортировочные. Предприятия способны производить до 80 тонн продукции в час. Асфальтные смеси и фракционный камень, которые там выпускают, используются при ремонте дорог Карагандажа, Сказган и Атасухаражол. В этом году в регионе отремонтируют свыше 200 километров республиканской трассы Карагандажа, Сказган, Казалардана. Сумма почти 3 миллиарда тенге. Дороги – это артерии экономики страны. Государство уделяет большое внимание развитию дорожной отрасли. Мы данный завод хотим вот с этими заводами внести свою лепту в развитие нашего региона. В данном предприятии работает именно на этом участке 30 человек. 80% рабочих – это представители Жанаркинского района. Общественники Уральска следят за качеством ремонтных работ на улицах города. При местном департаменте по делам госслужбы работает специальная мониторинговая группа. В ее составе – активисты различных общественных организаций. До конца года власти Уральска планируют обновить 50 километров дорожного полотна, построить подъездные пути к 23 социальным объектам, благоустроить 29 дворов. В ходе посещения строительных площадок общественники выяснили, что подъезды ко многим школам и поликлиникам не заасфальтированы. При строительстве внутрижилых дорог между домами есть свободные места, земли, где можно было бы бордюры использовать как выкладка карманов для автодорог. Посмотрите, вот сейчас мы даже были свидетелями того, две встречные машины идут на автодороге, а проезда нет. Мы хотели бы, чтобы обратили внимание именно на такие объекты. Предпринимательница из Муналинского района Мангустовской области Ахтелек Ижанова на собственные средства открыла детский сад. В учреждении воспитывается 70 малышей и трудятся 10 местных жителей. Чтобы привести в порядок арендное помещение, жительница села Воскудок потратила 15 миллионов тенге, из них часть кредитные средства. Теперь предпринимательница мечтает стать владелицей собственного здания. Воспитательница Индира Базарбаева переехала в село Баскудук из Актубе. После новоселья молодая мама занялась поиском детсада для своих малышей. Место в дошкольном учреждении нашлось без проблем. На соседней улице как раз открылся новый сад. Получилось так, что вместе с детьми в этот сад хожу и я, но только на работу. Услышала, что требуется воспитательница и сдала документы. Здесь созданы все условия для подрастающего поколения. Актелек Ежанова в сфере образования уже почти 10 лет. Из них год она владеет своим детским садом. Бывший казаховед решил открыть свое дело, как только узнала о программе «Бастао Бизнес». На курсах обучилась основам предпринимательства и взяла в кредит 5 миллионов тенге. У меня четверо своих детей, и я понимаю, каково это стоять в очереди на место в детский сад. Поэтому решила в нашем сельском округе «Баскудок» открыть свое дошкольное учреждение. У нас есть занятия по английскому и русскому языкам. В ближайшее время хочу расширить штат. Муналинский район – самый густонаселенный в области. За 11 лет количество садов здесь достигло 48. Из них 33 – частные учреждения. Поднимать свой бизнес сельчанам помогает государство и различные программы микрокредитования. К примеру, в районную палату предпринимателей в день поступает до трех заявок на обучение. В 2017 году мы выпустили 188 участников проекта «Бастао Бизнес». В этом году планируем обучать 220 человек. У нас есть райсабес. Там жители регистрируются как безработные. Оставляют нам заявку. Мы проводим тестирование и начинаем учебу. Отмечу, что участник проекта может получить кредит на выгодных условиях. Сельчане посещают курсы 5 дней в неделю. Преподавать бизнес-навыки приезжают специально приглашенные тренеры из Алматы и Астаны. Тамара Степанова, Саламат Бегбаев, Монгосталовская область, Хабар, 24. Первая курортная горнолыжная база появится в Жуалынском районе Жамбулской области. Построят ее в рамках государственно-частного партнерства. На новом туристическом объекте планируют развивать зимние виды спорта и создать комфортные условия для отдыхающих. Появление горнолыжной базы поможет значительно увеличить туристический поток в регион. Четыре канатные дороги протяженностью больше 9 тысяч метров. Специальные спуски для любителей лыжного спорта и комфортные условия для приятного отдыха. Все это весьма впечатляет. Проект стоимостью 4 миллиарда тенге полностью готов к реализации. Уже в этом году возведут часть канатной дороги и установят кабинки австрийского производства. Рассчитан на зимний период, на ветровые нагрузки. Канатная дорога около 2,5 километра будет, поэтому она отвечает всем современным горнолыжным курортным зонам. Не хуже, чем в Сочи и Чембулак. Поэтому уникальность сама природа здесь так поставила. Горные склоны идеально подходят. Тут меньше земляных работ требуется. Нет лесных насаждений, чтобы убирать препятствия. Раскинется горнолыжная база в местности Коралма Жуолынского района. Специалисты отмечают, что ландшафт урочища подходит для зимних видов спорта и летних конных прогулок. Первым делом здесь проведут необходимую инфраструктуру. Параллельно проектировщики заняты топосъемкой и подведением подъездных путей. Автомобильная дорога будет по параметрам 4-й категории. Ширина полотна будет 10 метров. Покрытие горячая асфальтобетон. Ширина 7 метров. Много водных потоков пересекает эту дорогу. Поэтому будет значительное количество труб, которые будут немножко препятствовать быстрому возведению земполотна. То есть отряды специальные для возведения искусственных сооружений будут созданы. После проведения инфраструктуры начнется строительство гостиниц и детских площадок. Посетить этот живописный уголок, насладиться красотой природы и отдохнуть от городской суеты можно будет в ближайшее время. Курортную горнолыжную базу ведут в эксплуатацию уже в декабре текущего года. Рассчитана она на 3000 посещений в день. Объект придаст новый импульс развитию туризма в регионе. Анастасия Сулейманова, Тимур Сиилхан, Руслана Хатила, Жамбулская область, Хабар-24. Второй Всемирный театральный фестиваль «Астана» стартовал в казахстанской столице. Его торжественное открытие началось с чествования звезд отечественных и мировых театров, которые по сложившейся традиции прошлись по красной дорожке. Зрители и гости насладились хореографической композицией «Шашо» в исполнении Государственного театра «Нас», а также концертом этнофольклорного ансамбля «Намат». Официально открыли фестиваль артисты Казахского государственного академического театра драмы спектаклем «Абай». В завершении перед гостями выступили коллективы Государственного театра «Астана Мюзикл» и ведущий итальянский театр «Пиколо театро де Милану». К слову, фестиваль приурочен к празднованию 20-летия столицы поздравить «Астану» с юбилеем в рамках фестиваля прибыли известные мировые театры из 13 столиц мира, среди которых Италия, Великобритания, Литва, Польша и Германия. Мероприятие продлится до 28 июня. Здесь выступают и европейские театры, и азиатские театры. Во-первых, это дает огромную возможность для казахстанских театров познать, чем дышат сейчас мировые театры, в каком направлении. И во-вторых, конечно, это объединяет нашу дружбу. Это будет, наверное, показатель актерского братства своего рода. Сейчас информация для футбольных болельщиков. Сегодня, в пятый день, чемпионата мира в России пройдут еще три матча. В Нижнем Новгороде ожидается встреча группы «Ф» в Швеция-Южная Корея. Начало в 18 часов по времени «Астаны». Также сегодня по плану сразу две игры в группе «Джи». В Сочи состоится дебют сборной «Панамы». В противостоятии будет Бельгия. Эту игру можно увидеть в 21 часа. В полночь в Волгограде начнется встреча сборных Туниса и Англии. На этом у меня все. Больше интересной информации можно найти на нашем сайте 24.kz. Заходите. Ну, я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова